Приветствую вас, друзья! В моей студии сегодня совершенно потрясающий гость, известный под названием «Испанская сабля». Это наша реконструкция, один из предметов оружейного искусства наших древних предков. Итак, представляю вам Фальката. Фальката представляет из себя короткоклинковый меч, известный еще с времен древней Лады. Известен он был как совершенно потрясающее, грозное, грознейшее оружие, которое в свое время поразило македонского царя Филиппа V при атаке на него римской кавалерии, вооруженной вот таким вот великолепным мечом. Смотрите, насколько интересная форма, ничего вам не напоминает, а мне напоминает и всем наблюдательным людям, она напоминает сразу по форме широко распространенной потом испанскими же колонизаторами. Нож хозяйственно-бытового уже назначения – Мачете. Фальката снабжена достаточно серьезным эфесом, очень крепкой рукояткой. Стоит сказать, что само название Фальката используется в оружиеведении и в мире реконструкторов и оружейников не более двухсот лет. До этого этот меч, этот образец древнего оружейного искусства был известен как копис. Копис в Древней Греции использовался не вот именно в такой форме, а в более вычурной и привилегированной форме эфеса не имел вот такой вот интересной концентрической формы с закругленными гординами и скобами для удобства удержания. И выполнялся не из стали, как это было позже, а еще из меди. То есть вот сама форма кописа и впоследствии Фальката, она пришла к нам из поздней бронзы. Фактически это одно из древнейших оружий, холодных оружий, длинноклинковых, известных на сегодня в мире и и является родоначальником. И на его основе в дальнейшем были, базировались основы, брали и базировались производства таких мечей, как лангсакс, скромосакс, далее, да, ну и, как мы знаем, которые в позднюю эпоху уже преобразовались в мечи каролинского типа, то есть раннего средневековья. Мы воспринимаем раннее средневековье как родоначальника оружейного искусства индоевропейского в целом, да, и европейского в частности, но на самом деле история холодного оружия, конечно, более древняя, чем мы привыкли думать, и она вот в этом образце, великолепном образце оружейного мастерства, представлена как испанская или гешпанская фальката. Довольно массивный, ну если про технические характеристики говорить, довольно массивный клинок, вес порядка кило двести, то есть, как вы понимаете, по весу он сравним с каролингами раннего средневековья, хотя длину клинка имеет всего 80 сантиметров, ну что в свою очередь нисколько не умаляет его в боевых качествах. Мои друзья-оружиеведы говорят, глядя на вот эту реконструкцию, в лес хорошо с ним ходить. Ну и те, кто знает и пользуется подобными вещами в виде современных мачете, которых огромное количество производится в Китае, да и у нас, значит, и здесь в России, довольно простая конфигурация клинка и удобная при рубке. Так вот, говорят, хорошо с ним в лес ходить с таким мечом. Ну, наверное, так. Единственный его недостаток в том, что, конечно, тяжеловат для ношения на поясе и походов в лес. Мачете все-таки полегче. Вот. Что интересного из исторических событий хочется вспомнить. Вот я начал говорить про македонского Филиппа, Филиппа Македонского V, который был просто страшно поражен атакой римской кавалерии, вооруженную же вот такими вот мечами, фалькатами. Что его поразило больше всего? Способность, рубящие качества вот этого клинка. То есть, после боя воинов, павших и раненых, собирали всех в одно место и показывали, и выставляли для обозрения, ну, как это немножко неприятно звучит, и трупы в том числе на обозрение воинов-выживших для того, чтобы возбудить в них жажду мщения и боевой дух поднять. Так вот, Филипп писал далее, а потом в своих воспоминаниях, и историографы его упоминали, что он был просто страшно зачарован обратным эффектом, который возымел вот этот клинок и зрелище павших воинов. Если до этого воины привыкли к обозрению неглубоких ран, рассеченных тел и конечностей своих собратьев по оружию, то после атаки римской кавалерии, вооруженной фалькатами, зрелище напоминало мясорубку. То есть, фальката разрубала практически до седла легкого всадника, пехотинцам отрубала руки, ноги, то есть, полностью ампутировала конечности одним ударом. Ну и, соответственно, надо полагать, что и голову тоже. И дух войска Филиппа V был значительно понижен после наблюдения поражающих свойств вот этого замечательного экземпляра. Ну, эта реконструкция у нас есть на сайте, она имеется в продаже. Вы можете посмотреть там и также внимательно ознакомиться с тактико-техническими характеристиками этого прекрасного оружия. Реконструкция этой... Ну, к ней имеется чехол, такой, как и существовал в те самые времена, из натуральной кожи. Ну что, друзья, вот такой короткий рассказ. Благодарю вас за внимание. С вами был оружейник Селеницы Дмитрий Китоврас. Всего хорошего. До свидания.